В свете сегодняшних событий, что можно сказать об участии Молдовы в Гуам? Что касается объединения Гуам, то, по-моему, это уже скорее мертвое объединение. Оно уже скорее не существует, чем существует. Возможно, вы со мной не согласитесь, но я не знаю, какие сейчас его последние инициативы, начинания, действия. Можно ли говорить об активном, действительном членстве Молдовы сейчас в этом объединении? Безусловно, отношение России к нему несочувственное. И как раз очень показательно, что именно формально, номинально пророссийская власть администрации президента Воронина как раз и активно участвовала в этом объединении в Гуаме. Но сейчас, по-моему, это не актуальная проблема для региона. Тем более, что у Молдовы сейчас есть гораздо более насущные и серьезные проблемы внутри страны, помимо реанимации своей активности в этом антироссийском блоке. Что можно сказать о ситуации, связанной с поставками оружия из Молдовы в Армению? Вы знаете, опять-таки, я не знаю детали этой скандальной истории. Она в свое время много шумела. Я могу сказать, что эта история лишний раз показала всем, что вооруженные силы Молдовы находятся в абсолютно плачевном состоянии. Они буквально рассыпаются. Все, что можно было и даже что нельзя, руководство Министерства обороны в разные времена уже продало. продало самым разным партнерам. Сделки были, как я понимаю, многие не вполне чистые, не вполне безупречные с коррупционной точки зрения и так далее. И вот в эту самую вереницу событий вполне вписывается и эпизод с поставками какого-то оружия из Молдовы в Армению. Но, безусловно, в конце концов, я думаю, что сейчас не настолько большие и современные запасы вооружения, и военные техники остались у Молдовы, чтобы это представляло какое-то значение с точки зрения возможного изменения соотношения сил в Закавказском регионе. Мы знаем, что и Азербайджан, и Армения тратят довольно большие средства, ну, пропорционально, естественно, тратят большие средства на закупку вооружений и военной техники, в том числе покупают и получают бесплатно современные образцы. Поэтому та партия, которая могла поступить из Молдовы, я не думаю, что это настолько крупная, значительная партия, повторюсь, которая могла изменить соотношение сил. Что можно сказать об отношениях между Молдовой и Азербайджаном? Я думаю, что, ну, вот они были членами того самого упомянутого блока Гуам, который имел, безусловно, антироссийскую, завуалированную, но антироссийскую тональность, звучание. Сейчас этот блок, по сути, прекратил существовать, во многом как раз после антироссийской авантюры президента Грузии Саакашвили, потому что, в конце концов, при всех возможных там непониманиях, противоречиях между Молдовой и Россией, между Азербайджаном и Россией, тем не менее, все-таки руководство этих стран не выходило из разумного, какого-то рационального тона в отношениях с Россией. Да, была полемика, как я уже сказал, но не было ничего общего с бесноватой и кровавой авантюрой Михаила Саакашвили в 2008 году. Собственно, он этим окончательно скомпрометировал тот самый блок с участием Грузии. В Грузии сейчас тоже все поменялось. Потом, ну, Азербайджан — крупнейшая региональная энергетическая держава, а Молдова находится в очень тяжелом положении именно из-за того, что у нее нет средств на потребление энергоресурсов, у нее очень запутанные тяжелые отношения с Газпромом, нет, собственно, действующего контракта, то есть продлевается старый контакт на поставке газа из России. Я не знаю, рассматриваются ли даже теоретически возможные сценарии поставки энергоресурсов из Азербайджана в Молдову. Не знаю, насколько это вообще целесообразно с экономической точки зрения, с точки зрения логистики. Не берусь об этом судить. То есть, как показывает опыт, на самом деле, не так много, что и сближает между собой Азербайджан и Молдову. То есть, несчастная Молдова слишком бедная сейчас и кризисная страна, особенно в сравнении с Азербайджаном, который все-таки динамично развивается. То есть, я не знаю, что сейчас может предложить Молдова Азербайджану.